Итак, аналитика катартическая терапия. Аналитика катартической терапии – это современная модель психотерапии, основанная на психологии отношений. Разделяя теорию личности и концепцию невроза Мессищева, она существенно отличается от метода патогенетической психотерапии, сочетая психодинамические и феноменологические подходы. Акта не ограничивается беседами терапевта с пациентом. Ее ядром является иммагинативная техника диалога со значимым другим, которая предназначена для прояснения неотчетливых переживаний, осознания внутреннего конфликта и трансформации личности. Диалог с воображаемым другим недостаточно изучен в современной психотерапии. Он имеет отношение к проблеме самоидентификации, поскольку в сущности есть диалог человека с самим собой. Это внутренний диалог. В акта самоидентификация является результатом катарсиса интеграции кульминационного момента психотерапии. Акта разграничивает понятия инсайта и катарсиса. Впервые термин «инсайт» применил Кёлер, гештальт-психолог, который рассматривал его как практическое осознание или схватывание конфликтной ситуации. С тех пор основная проблема в психоаналитической литературе заключается в развлечении истинного или эмоционального инсайта от чисто интеллектуального инсайта. Инсайт – это интеллектуальное явление, суть которого во внезапном понимании проблемы и нахождении её решения. Катарсис же – это феномен, при котором прежде подавленное, вытесненное психологическое содержание становится осознанным в виде озарения в результате предварительной внутренней работы по преодолению душевного кризиса. Катарсис – это момент прорыва психологической защиты, сопровождаемый эмоциональными, когнитивными и телесно-физиологическими процессами. Катарсис связан не только с осознанием, но и с последующей трансформацией личности. К осознанию внутреннего конфликта акты идут через проработку внешнего конфликта, через проигрывание межличностных конфликтов с эмоционально значимыми фигурами из прошлой и настоящей жизни пациента. Это очень важно, поскольку человек познаёт себя и корректирует образы своего «я» лишь в случае сравнения с другими людьми. Ещё Сократ указывал, что душа, если она хочет познать самое себя, должна заглянуть в душу другого человека и увидеть себя в ней, как в зеркале. Чтобы выработать самосознание, писал Маркс, человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека, лишь отнесясь к человеку Павлу, как к себе подобному, человек Пётр начинает относиться к себе, как к человеку. Методика аналитика катартической терапии. Методика включает предварительное интервью и последующие сеансы, состоящие из двух блоков. Первый блок – это беседный терапевт-пациент, направленный на анализ отношений пациента со значимым другим. И второй блок – это диалог пациента с воображаемым другим. Предварительное интервью имеет следующие цели – общая ориентация в жизненной ситуации и проблематике пациента, оценка личности пациента в целом и определение зоны конфликтных отношений и идентификация эмоционально значимых фигур. Структура психотерапевтических сессий. Каждая сессия состоит из двух блоков – беседы терапевта с пациентом и диалога пациента с воображаемым другим. Преследуя одну стратегическую цель – коррекцию нарушенных отношений, эти блоки имеют разные тактические задачи. Содержанием беседы является анализ отношений пациента с конкретным значимым другим. Эта беседа носит конфронтационный характер. Терапевт сталкивает пациента с противоречивыми фактами, высказываниями и чувствами. Задает провокационные вопросы. Цель – расшатать позиции пациента, посеять сомнения, побудить пациента к критической оценке ситуации и своей роли в ней. В процессе беседы терапевт нащупывает слабые места в позиции пациента, отслеживает проявление его сопротивления на вербальном и невербальном уровнях и в подходящий момент предлагает пациенту перейти от рассказа к действию, проигрыванию диалога с конкретным значимым другим. Диалог осуществляется при помощи техники пустого стула. Техника пустого стула изобретена марена, подхвачена персом и продолжена мною. Является основным приемом в аналитико-катартической терапии. Диалог – это кульминация терапевтического сеанса. Его цель – достижение катарсиса. Для осознания неосознанных переживаний и разрешения внутренних противоречий необходимо активное участие в этом диалоге терапевта, который играет роль дублёра, второго «я» пациента. Дублёр стремится быть внутренним голосом пациента, вскрывать его тайные мысли, чувства и желания. Он должен понимать всё то, что недоговаривает пациент. Вот, пожалуйста, схема. Верхняя часть – это беседа терапевт-пациент, и нижняя часть – это, собственно, уже не диалог, а триалог. Здесь вы видите три фигуры. Это пациент, его «я», это значимый другой, иначе проекция «я», проективное «я», и терапевт, между ними расположенный, который осуществляет дублирование как одной части личности, так и другой части. Роль воображаемого собеседника состоит в том, что он служит экраном для проекции «я». Всё действие происходит во внутреннем мире пациента. В отличие от классической психодрамы, в акт результативной силы является не внешнее взаимодействие с другими участниками группы, а внутреннее действие, переживание и деятельность. Внешнее же действие смены стульев необходимо для более чёткого разведения внутренних голосов. Дублирование – это основная техника, осуществляемая терапевтом, с целью прояснения неотчётливых переживаний, выявления скрытых смыслов. Сообщения или реплики терапевта должны согласовываться с внутренними ощущениями пациента. В научной психологии понятию дублирования соответствуют частично такие понятия, как означение, символизация, вербализация. Пациент получает инструкцию исправлять любое неточное заявление двойника. Любое замечание дубля, соответствующее миру переживаний протагониста, воспринимается последним как собственный внутренний голос. Ошибочные замечания воспринимаются как чужеродное тело в собственном мире переживаний и рефлекторно устраняются. Важным является тот факт, что пациент, как правило, не оказывает сопротивление верным высказываниям дубля, но принимает их и развивает в собственном монологе. В отличие от классической психодрамы, в акты терапевт дублируют и пациента, и его воображаемого собеседника. Двойное дублирование – это вербализация и конфронтация с терапевтом противоречивых чувств и желаний пациента, которые лежат в основе его неосознанного внутреннего конфликта. Это инновационная техника, с помощью которой значительно усиливается катартический эффект диалога. Понять сущность диалога акта нам поможет рассмотрение его с позиции концепции отечественных ученых Выгодского и Бахтина. Это концепция внутренней речи Выгодского и диалогическая концепция бытия Бахтина. Работы этих мыслителей сходятся в диалогическом построении сознания. Внутренняя речь – это результат интериоризации внешней речи. Диалоги с другими трансформируются во внутренние диалоги. Другой репрезентирован во внутреннем мире человека. Внешняя же речь – это процесс превращения мысли в слова. Внутренняя речь – это этап на пути к внешней коммуникативной речи. Внутренняя речь – она отрывочно, фрагментарно сокращена. В этой речи смысл преобладает над значением. В процессе диалога неявный, имплицитный опыт пациента, существовавший прежде в довербализованной, дорефлексивной форме, в результате вербализации, становится явным, эксплицитным. Это процесс превращения внутренней речи, еще не вербализованной, во внешнюю коммуникативную речь. В процессе двойного дублирования актотерапевт прибегает к вербализации как на глубинном, доречевом, досознательном уровне, так и на более дифференцированном, осознаваемом уровне. А значение на доречевом уровне осуществляется через эмпатическое отражение элементов внутреннего мира пациента. С позиции семиотики диалог в акто – это процесс декодирования внутренней мыслительной речи в речь внешнюю, коммуникативную. Выгодский говорил «мысль не выражается, но совершается в слове». В акто этот процесс осуществляется при активном участии и под контролем терапевта. Актотерапевт в буквальном смысле слова проникает во внутренний мир переживаний пациента. Опираясь на литературные произведения Достоевского, Бахтин создал полифоническую концепцию сознания. Внутренний диалог рассматривается им как взаимоотношение внутренних собеседников. Внутренний диалог происходит и тогда, когда реального внешнего собеседника не существует, другой присутствует незримо. Его слов нет, но глубокий след этих слов определяет слова первого собеседника. Подлинно диалогическим является такое общение между терапевтом и пациентом, при котором возникает резонанс реплики терапевта и собственного тайного слова пациента, мысли, еще не выговоренные им вслух, недооформленные в речи и не до конца осознанные. В акты техникой выявления тайного слова служит техника двойного дублирования. Опираясь на концепцию полифонического сознания, последователи Бахтина выделяют в структуре «Я» множество относительно самостоятельных голосов, «Я» позиций, которые ранее представляли собой участников некоторых социальных отношений. Каждая из этих позиций выражает различные аспекты личностного сознания, порождая соответствующие воспоминания или истории. Акта – это полифоническая форма психотерапии. Главный принцип диалога – это разведение внутренних голосов по конкретным, значимым другим, носителем определенных смыслов, позиций, с последующим вступлением пациента в диалог с ними, так называемая персонификация. В процессе перехода от сеанса к сеансу, от одной значимой фигуры к другой, происходит экспликация или развертывание внутренних голосов, другими словами, превращение почти молчаливой внутренней речи во внешнюю вербализованную речь. В акте мы различаем два типа катарсиса – частичный или неполный и полный катарсис с интеграцией. Предполагается, что каждый диалог с отдельной фигурой, связанный с актуальным конфликтом, должен завершиться как минимум частичным или неполным катарсисом. Это так называемое интерперсональное осознание. Для достижения полного катарсиса необходимы диалоги с родительскими или иными фигурами первичной группы. Полный катарсис или катарсис интеграции является результатом интеграции частичных катарсисов, достигнутых в диалогах с отдельными значимыми фигурами. Таким образом, в акте наблюдается движение от неполного катарсиса к катарсису интеграции по принципу герминефтического круга, круга понимания. Пациент переходит от одной значимой фигуры к другой, устанавливая тем самым связи между прошлым и настоящим, выстраивая их в единую психогенетическую цепь. Понимание связи внутриличностной проблематики с межличностной конфликтностью приводит к росту самосознания, интеграции личности и коррекции нарушенных отношений. В процессе диалога усилия терапевта направлены на вербализацию внутренней смысловой речи пациента, на выявление скрытых смыслов. Терапевт стремится к тому, чтобы его голос был созвучен тайному слову пациента. Когда голоса терапевта и пациента сливаются в единый голос, тогда по выражению бахтина происходит встреча двух сознаний. Вот почему пациент и терапевт переживают катарсис одновременно. Снова возвращаемся к этой схеме, к триологу. И несколько слов об отношении терапевт-пациент. Исследуя творчество Достоевского, о котором сегодня вспоминала профессор Соловьёва, говоря о боли, Бахтин описывает феномен вне находимости. Это позиция автора вне героя, которая позволяет ему смотреть на события жизни героя, не будучи захваченными ими. Другой, пишет Бахтин, радикально вне находим по отношению ко мне. То есть я не могу понять и познать эту индивидуальность методом вчувствования, методом эмпатии. Путь вчувствования, характерный для философии жизни, ведёт познающего к слиянию с переживаниями другого. В результате я утрачивает позицию в ненаходимости и способность видеть другого в целом. Чистое вживание несостоятельно замечает Бахтин. Оно должно выступать в единстве с объективацией, то есть отделением другого индивида от себя и взглядом на него извне, как на объект. Позиция вне находимости – это особая позиция психотерапевта, при которой он не воспринимает внутренний мир пациента как объект рационального анализирования и гипотезирования, а лишь как отображаемое и понимаемое содержание. Активность психотерапевта, находящегося в позиции вне находимости, проявляется лишь как внимание к различным аспектам внутреннего мира пациента и как его адресованность к различным психологическим инстанциям, голосам этого внутреннего мира. В акте принцип вне находимости отражён в диалоге со значимым другим, в технике двойного дублирования терапевт пребывает в интрапсихическом пространстве личности между противоречивыми позициями или голосами пациента. Он лишь помогает пациенту озвучить ту из позиций, которая не вполне осознаётся им. В процессе дублирования терапевт поочерёдно отождествляется то с одной, то с другой стороной внешнего конфликта или с противоречивыми внутренними отношениями пациента, создавая тем самым условия для интеграции или самоотождествления личности. «Обладеть внутренним человеком, – пишет Бахтин, – увидеть и понять его нельзя, делая его объектом безучастного и нейтрального анализа. Нельзя обладеть им и путём слияния с ним, чувствования в него нет. К нему можно подойти, и его можно раскрыть, точнее, заставить его самого раскрыться, лишь путём общения с ним, диалогически. И в заключение, позвольте сформулировать несколько тезисов. Первое. Акта – это современная модель психотерапии, сочетающая в себе элементы каузального и феноменологического подходов. Теоретической основой акты является психология отношений Мессищева, это теория личности и концепция психогенеза невроза, развивая отечественную модель психотерапии. Акта обращается также к ряду идей и концепций из других направлений психологической науки, в частности, к полифонической концепции сознания Бахтина, концепции внутренней речи и внутреннего диалога Выгодского. Второй тезис. Акта работает с неосознанными переживаниями и стремится к достижению катарсиса. Акта рассматривает катарсис как нравственное очищение, феномен, при котором прежде подавленное, вытесненное психологическое содержание становится осознанным в виде озарения в результате предварительной внутренней работы по преодолению душевного кризиса. Катарсис завершается трансформацией личности с коррекцией нарушенных отношений. Третий тезис. Катарсис достигается в процессе диалога пациента с воображаемым значимым другим. При этом используется техника двойного дублирования, вербализация и конфронтация терапевта, противоречивых чувств и желаний пациента, которые лежат в основе его неосознанного внутреннего конфликта. Четвертый тезис. С позиции семиотики диалог в акте – это процесс декодирования внутренней мыслительной речи в речь внешнюю, коммуникативную. Выгодский говорил, мысль не выражается, но совершается в слове. В акте этот процесс осуществляется при активном участии под контролем терапевта. Акта терапевт в буквальном смысле проникает во внутренний мир переживаний пациента. Пятый тезис. С точки зрения диалогического подхода, акт является полифоническим методом психотерапии, в задачу которого входит персонификация внутренних голосов с последующим проигрыванием диалогов с их воображаемыми носителями. Диалоги с прошлыми и настоящими фигурами приводят к замыканию герминефтического круга, круга самопознания с выходом на более высокий уровень самосознания. Шестой тезис. Главный принцип диалога в акта, и он же главный технический прием, это разведение внутренних голосов по конкретным, значимым другим носителям определенных смыслов, позиций с последующим вступлением пациента в диалог с ними. В процессе перехода от сеанса к сеансу от одной значимой фигуры к другой происходит экспликация, то есть развертывание внутренних голосов, превращение внутренней речи во внешнюю вербализованную речь. И еще раз, знаменитое выражение выгодского. Мысль не выражается в слове, но совершается в нем. Акт – это метод, которым можно овладеть. Благодарю за внимание.